Вечер добрый! Слушаете вы свое радио? Как обычно, надеюсь, все время понимаете прекрасно, что сюда приходят живые люди, живые музыканты. С понедельника по пятницу, с восьми до десяти. Неделя у нас на сей раз выдалась такая странная, немножко короткая. Всего три дня рабочих после женского праздника. Не очень понимаю этот праздник, с одной стороны, но с другой. Ладно, раз красные дни календаря, то мы обязаны исполнять все, что касается государственных праздников. Сегодня здесь коллектив, который, в общем-то, особо представлять не нужно. Ну, в данном случае я имею в виду, конечно, ротацию, потому как их песни в ротации звучат, песни эти вы знаете, любите, уверен в этом. Ну, а живьем они здесь впервые. Будем надеяться, что это знакомство для всех вас и нас, тем более, будет особо приятным. Итак, есть традиция у нас, от которой мы не отступаем. Первая песня в виде музыкальной заявки, а дальше уже знакомимся лично и общаемся плотно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Конечно, по-моему, с другой. И падают снова, конца света не будет Но придет лишь время новых народов Конца света не будет И все будет клево, все будет клево Древние хабы, руины пески Проверены временем, мертвые скалы Поэты всегда писали стихи Их разум далек, и не устанели Столько народов у каждого быть У каждого сказки и тысячи песен Но разве такое можно увидеть? Без этого мир не интересен Конца света не будет Вчерашний день сменится новым Конца света не будет Капли падают с неба и падают снова Конца света не будет Но придет лишь время новых народов Конца света не будет И все будет клево, все будет клево А как же пророчества? Древние мая, какие пророчества? Кто нам сказал? Писали они календарь, но устали А люди раздули огромный скандал Да просто так много в мире рекламы И больше еще давления на мозг А выплюнуть грудь телевизорной мамы По страшной статистике мало кто смог Конца света не будет Вчерашний день сменится новым Конца света не будет Капли падали с неба и падают снова Конца света не будет Но придет лишь время новых народов Конца света не будет И все будет клево, все будет клево Так вот заявляю, конца света не будет А если и будет, то не сейчас И семь миллиардов доверчивых судеб Теперь конец света зависит от вас Капли падали с неба и падают снова Конца света не будет Не придет лишь время новых народов Конца света не будет Конца света не будет Но придет лишь время новых народов Там со света не будет, не будет, не будет, не будет А будет все клево Ну вот, собственно говоря, начало положено Снэджо, так называется, коллектив, который здесь сегодня Коллектив из Санкт-Петербурга Будем знакомиться ближе, естественно, поименно Сейчас их представлю, а дальше уже как пойдет У меня просьба огромная, всех музыкантов, кроме барабанщика У него свой микрофон Поздороваться хотя бы раз за эфир, подойти к микрофону, который здесь Чтобы вас было слышно Исламов Евгений, фронтмен коллектива Лид-вокал, ну, лидер-вокал, понятное дело Электроакустическая гитара, ну и все прочее Привет, ребята Добрый вечер Соло-гитара, Савкин Андрей, он же и губная гармоника и бэк-вокал Халлоу Подожди, нет, еще раз Халлоу А что вы так задрали-то странный микрофон и поставили их боком А так удобно, по привычке Да? Ну, хорошо Гошков Антон, бас-гитара Привет Ну и человек, у которого свой собственный микрофон Обычное дело в этой студии Барабанщик Димуровский, Вадим, правильно? Правильно Спасибо большое Добрый вечер Я так понимаю, что барабанщик у вас сессионный? Да, сегодня сессионный барабанщик, потому что Чего? Потому что наш барабанщик сейчас, с которым мы постоянно выступаем, он сейчас в Петербурге, к сожалению, не смог выехать в Москву И вот, и мы всей группой, кстати, передаем ему привет Дешка, держись там Замечательно Ну, как я слышу, Вадима, так он абсолютно знает Он, Вадим, великолепный барабанщик, и мы с ним уже отрепетировали, даже несколько концертов сыграли Замечательно Хорошо, когда есть кто-то на подмену Вот это, собственно, и есть Снэйджо Коллектив, с которым сегодня мы вас будем знакомить более подробно, потому что песни песнями, а все-таки личное общение, это личное общение Я сейчас сообщаю, прежде всего, как с нами связываться, потому что это бывает важно Телефон мы не даем, причина определенная и понятная Когда номер телефона озвучен, звонящие люди всякий раз вскидывают руки вверх, кричат радостные слова и никаких вопросов не задают Мы просто убиваем время Когда человек пишет, он все-таки как-то концентрирует мысль, поэтому все по переписке, пожалуйста СМС-портал, если вам удобнее посылать СМСки 4647 4647 Понятный, короткий номер Сначала пишите «свои», без этого префикса сообщение уйдет бог знает куда, но не к нам Потом после «свои» делаете пробельчик, а дальше ваше сообщение Это могут быть вопросы, эмоции и впечатления Делитесь всем, пожалуйста Официальное сообщество радиостанции ВКонтакте Там все просто и понятно Анонс выложен давно И в тексте анонса название коллектива группы Снэйджо выделено синим Значит, активная ссылка, кликая на которую вы моментально оказываетесь у них в сообществе Ну и, соответственно, становясь участниками этого сообщества Становитесь как бы частью музыки этого коллектива Потому что получаете всю информацию об их концертах, выступлениях, может быть, дисках, турах Ну, всякое бывает же, да, правильно, синглах, в первую очередь Это очень важная информация бывает Далее, можно видеть все, что в этой студии происходит Для этого вам нужно просто зайти на сайт своего радио Своерадио.фм Там вы сверху под баннером рядом с логотипом увидите плеер Длинненький такой, мне кажется, заметный достаточно В нем онлайн-видео, синий кружочек Кликаете на него, и вот оно вам, счастье, картинка, которую нам предоставляет Планета.ру Спасибо, кстати, огромной планете за эту услугу Там, собственно, вы можете видеть все, что в этой студии происходит Там же есть чат, в котором точно так же можно отписываться Направляя сюда свои лучи добра Ну, и вопросы, естественно, впечатления и эмоции Тут есть один нюанс Можно просто слушать эфир, естественно, кликнув в плеере онлайн-аудио Так вот, в онлайн-аудио, это наш поток, собственно говоря, радиный поток Там звук очень правильный Тот самый, который мы и делаем В картинке он немножко хуже Но тут выбор за вами, либо слушать в качественном звуке, либо смотреть картинку Звук чуть похуже, ну, выбирайте для себя, что вам больше нравится А можно отключить звук в картинке и слушать поток Правда, будет небольшой ресинхрон Опять же, дело за вами, выбор за вами Как хотите, так и наблюдайте Или просто слушайте эфир без картинки Все, что касается коннекта, я сказал Теперь к группе подступимся Как только зазвучала эта песня, народ здесь в обсуждении под анонсом стал кричать О, сразу с хита начали Понимаете, что ваши песни — это хиты Для аудитории своего радио это просто убойнейшие хиты Эту песню знаете Это очень приятно на самом деле Расплылись, расплылись-то как Подбежал с микрофона сразу, готов отвечать Да, и люди рады, потому что вы здесь И сразу вас идентифицировали просто потому, что эти песни знают И слава богу Но сегодня, кроме тех песен, которые в ротации Вы, я так полагаю, споете что-то новое Да, у нас несколько песен Мы подготовили с нового альбома У вас будет новый альбом У нас уже вышел новый альбом Вышел уже новый альбом Да Это какой он по счету-то? Второй Второй Соответственно, следующая ваша работа Ну, ты говоришь, подожди Несколько новых песен из нового альбома Вот этого вышедшего Или вообще новых песен вы подготовили? Нет, мы подготовили песен Несколько песен из нового альбома Из вышедшего Из вышедшего Из вышедшего Ага, в этом смысле Понятно Итак, почитаю кое-что Потому что тут сразу же понеслись сообщения Вот, кстати, сказать от Татьяны Феклистовой Если я не ошибаюсь Она только увидела афишку вашу Ну, не анонс сегодняшнего эфира А афишу вашего выступления Потому что подчеркиваем Поддерживаем коллективы, с которыми работаем Коллективы, которые в ротации Их 350 на сегодняшний день Когда присылается афиша концерта Мы с удовольствием и радостью публикуем эту информацию Для того, чтобы народ знал, где вы что Так вот, именно Татьяна, если я не ошибаюсь По аватарке Я аватарку эту узнаю Написала, ну, а даже не ожидала здесь увидеть эту группу А читали, читали Я, честно говоря, обалдел Я говорю, Танечка, милая Так это, они же в ротации Чего же вы не ожидали-то? Это совершенно естественно Расклики фронтационные Мы его и поддерживаем Ну, в общем, надеюсь, она теперь понимает Что она немножко невнимательно слушала радиоэфир Так вот, она пишет, вот что Я вот сижу, жду начала эфира Это было три минуты назад Вы уже пели, в общем Да Включил трансляцию на планете Слышу песню Трактор Боулинг А ведь, так, лет семь назад Мы пели их песни Пели с Женей под гитару На беседке в славном городе Кастанай Думаю, тогда ни он, ни я Никто не думал, что вот Спустя некоторое время Славная группа Снэй Джо Будет звучать на радио Вместе с этими самыми Трактор Боулинг Что Питер и много других городов Будут слушать сейчас эту программу Что немало людей Будут петь вместе с Женей Эти песни Что все сложится так неожиданно здорово Привет, свое радио Привет, Снэй Джо Красиво написал Действительно По-моему, замечательно Молодец Ты разве не думал? Я на самом деле мечтал Мечтал, 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 мечтал И вот мечты потихоньку сбываются Но я очень надеялся, что все так и получится Так что я думал Но мало кому, наверное, рассказал Это правильно Хочешь насмешить Бога Расскажи ему о своих планах, правда? Уж лучше как-то промолчать Про себя немножко внутри Промолчать и потихоньку делать Потихоньку делать Вот это очень правильная позиция Поддерживаю Поддерживаю абсолютно Скажите, чего вы делаете в Москве? Ну давай, Андрей, ответь Мы приехали, во-первых К вам Так давай, ладно Это все понятно уже Но вы не ради этого ехали Да вообще, на самом деле, да У нас тут наметился тур В котором мы участвуем Так В общем-то, самостоятельно Начался отлично, продолжается Где уже были? В общем, мы приехали Вообще, мы начали с Питера Ну, естественно Правная точка, это, естественно, Питер Мы участвовали на благотворительном концерте Мы это, естественно, приурочили К началу К открытию нашего тура Так Следом мы поехали Женя поехал В Москву Вместе с нами Выступил в кафе Дальше мы выступили В Мумитроле С большим Таким сольным концертом Чему несказанно рады Звук был просто убойный Дальше мы поехали Нет, мы еще Остались в Москве Мы на один день остались в Москве Выступили в антикафе Да Для людей, которых не пустили В Мумитроле Которые не подходили по возрасту То есть, ну, как бы Клуб для взрослых А нас слушает аудитория От 14 и выше И поэтому Люди, которые постарше Они пришли в Мумитроле Те, которые помладше Пришли в антикафе Так Все по-настоящему Вот, а сегодня мы буквально Вот недавно приехали из Ярославля Где вчера тоже выступили Шикарнейшие Взорвали Как водится Я вас верил А дальше куда? Так, у нас Завтра Владимир Завтра Владимир И через день У нас Тверь 12-го числа А в Москве ничего? В Москве все То есть, вы сегодня Приехали в Москву По сути дела Специально на эфир Программа ЖК Совершенно верно Большая вас за эту Благодарность Искренне Потому что Я считаю, что Молодые коллективы Так должны поступать Ну, потому что Иначе как себе Еще заявить А, кстати, сколько лет группе? Полтора года Лет хотел, да Полтора годика Полтора годика Группа совсем молоденькая Но Семен, не серчайте Я все поняла, спасибо Пишет Татьяна Феклист Да я не серчаю я Я не серчаю Ну что вы Серчать должны музыканты В общем-то Если их поклонники Не очень знают Где крутится их песня Вот это, мне кажется Вам должно быть Немножко грустно А я скажу так А вы должны помогать В таком случае радиостанции Вы должны публиковать у себя В принципе информацию о том Что ваша песня крутится На этой радиостанции Тогда бы Таня, например, бы точно об этом знала И включала станцию Чтобы вас услышать Кажется мне, что это такая взаимовыгодная Должна быть история We will do it Мы это сделали Хорошо, ты сказал Значит, ты сделаешь Дальше что будет петь? Давайте попоем Чего это будет? Дальше у нас песня называется Она как раз из второго альбома Она будет называться Поцелуй на мостах Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Сны и Джо Погнали Я помню твои руки Как их своих держал Без устали, без скуки За тобой бежал Мы и стоптали в город И даже не один Снег опять за ворот Бежали с горлыши Поцелуй на мостах Излучайные улыбки Свет золка в поездах Кадры в память Как открытки Поцелуй на мостах Излучайные улыбки Свет золка в поездах Кадры в память Как открытки Стал волшебных Нажимали Так и не попали в них Смс-эк исписали На романа два больших Стальше превращали Разговоры в лук И все всегда казалось мало Проведенных вместе дней Поцелуй на мостах Перебрались над пытки В лавке противных дворах Не закрыли калейки Поцелуй на мостах Перебрались над пытки В лавке противных дворах Не закрыли калейки Даже не стал похожим На вчерашних без детей Но уже не вспомнит рожи Что пролзало на костях Только жаль, что разговоры Чувства нам не сохранят Я хотел так быть на поры А теперь отводишь дня Капли ливня на мостах Спрятаны открытки Я ставлю на листок Ритмы, как твои улыбки Наши лидерных глазок Отражаются в рывки Едет разных поездок Забывать твои Забывать мои Забывать твои Свои ошибки Я понимаю, что это песня из второго уже альбома Да? Из того, который вторым новым у вас читается Когда он, кстати, вышел? Напомни, пожалуйста 13 декабря 2015 года Ну, то есть свеженький альбом Свеженький И вот только-только что называется Испечён Кстати, что касается записи Вы где пишетесь? Есть какая-то? Второй альбом записали на Добролёте Ну, это хорошо На Добролёте Прилично А первый? А первый на домашней студии Дома Ну, кстати, он звучит, между прочим, тоже очень не кислый этот альбомчик Спасибо, очень приятно Я звукаю Замечательно Ну, потому как эти песни-то звучат в эфире И, в общем, они нисколько не выбиваются из этих концепций Красиво звучат Спасибо Значит, вы в некотором смысле Перфекционизм, это слово, но за качеством гонитесь Конечно, обязательно Ну, мало ли, а есть группы, которые за этим не гоняются Нет, на самом деле Я думаю, такие не в ротации своего радио Не понял? Такие не в ротации своего радио, которые не гоняются за качеством, я думаю Спасибо Такой легкий прогиб Спасибо На самом деле Сочтем, что я этого не слышал Мы считаем, что хорошие песни легче донести, если они в хорошем качестве Это абсолютно правильно Поэтому нужно сказать огромное спасибо Сергею Гибальскому звукорежиссеру Большое спасибо За тот звук, который слышит аудитория Звук хвалят Тут же кричат, что, ну, все, как всегда Гибальский звучит замечательно А здесь вообще никаких вопросов никогда не было и проблем, собственно Мы стараемся сделать все возможное, чтобы вы звучали хорошо Вот Аня Петрова пишет вот что Всем доброго вечера Ребятам удачи Люблю их всей душой Без их песен ночью На Дворцовой Лето не лето Самым питерским, что от места рождения не зависит Уличным музыкантам Добрякам Воздушные поцелуи с сеной И вопрос Какая песня сильно на вас повлияла в детстве Или запомнилась И почему Очень хочется услышать что-то о вашем творческом детстве Ведь эта тема одна из ключевых в первом альбоме Спасибо Пишет Аня Петрова Интересно, интересно На меня лично повлияло Я вот, кстати, у меня проблема с тем, что я не знаю название этого произведения Потому что когда-то, когда я был совсем-совсем маленький, моя мама Когда у тебя не было двух метров роста Да, я был совсем маленький Моя мама заканчивала высшую музыкальную школу И вот когда она тренировалась Есть одно произведение, которое она до сих пор умеет играть великолепно на фортепиано Но название его совершенно не помнит Это какой-то этюд А чей и вообще Ну вот она его просто запомнила и все И теперь даже жалко, что когда играешь на фортепиано Нельзя включить шазам Что это за песня? Надо скачать с iTunes Вот, к сожалению, так нельзя И поэтому я ее слушаю только Вот эту мелодию в исполнении мамы, когда мы встречаемся Спросить у мамы Она не знает И она не знает Не помнит название А я расскажу тебе, как найти потом Скажи сейчас, мне тоже стало интересно Но есть программка такая онлайн Там по клавише по любой ритм настукиваешь И она тебе выдает все, что похоже с этим ритмом Я так нашел Билли Джоэла По ритму Да Просто настукиваешь и все А что за программка такая интересная? Я не помню, как она называется Так что же вы ничего не помните Один не помнит вместе с мамой, как называется, этюд, который Мама полдетства для него играла Второй не помнит, как называется, программка такая полезная Я бы тоже, кстати, с удовольствием Иной раз бывает Найдешь какую-то песню где-то случайно И написано, что неизвестный исполнитель А песняка нравится Кто это, что это вообще Ну вот Поискать бы, найти бы Я вспомню, найду, скажу На себе какая песня повлияла Хорошо На меня какая песня повлияла? Отвечает Андрей Савченко Сейчас он ритм отобьет, мы попытаемся угадать Да нет, на самом деле я не могу сказать, что на меня что-то повлияло Прям так На меня повлиял папа Потому что И сестры Потому что из зависти к ним я взял в руки гитару Из зависти? Из зависти А что так? Чему завидовал? То, что они умеют, я не умею А, они играли на гитарах? Конечно Я самый младший В семье Папа научил сестер играть Угу Я страшно завидовал То, что они играть умеют, а я нет И прикладывал все свое обаяние И подходил Папа научи Папа научи Потом научился и уделал сестер, да? Ну да, это такая задача у меня стояла Так Мне было 6 лет, когда мне первый раз отец посадил за инструмент Меня не было видно Потому что гитара была ленинградка С большим здоровым грифом Очень большая У меня были видны только кисти рук и голову И ноги То есть туловище у меня полностью за гитарой пряталось Да И, собственно, все Так и начал потихонечку, полигонечку слушать, снимать Причем все подряд Вот все, что нравилось Снимал, разбирал, смотрел, оттачивал и так далее Ну, молодец Мне кажется, очень правильно А сейчас папе надо спасибо Папе, да Пап, спасибо тебе Надо сказать папе и маме В данном случае получается, что у тебя родители Подтолкнули к музыке Один скромный ваш басист Он вообще, мне кажется, не разговаривает Разговаривает, но редко Антон, ну и скажи, а на тебя какая песня повлила? Или, может, тебя тоже родители втолкнули в музыку? На самом деле не родители На самом деле виной была всему моя сестра Она стала Она как-то принесла домой гитару И сказала, что я хочу учиться Угу Да, сознательно пошел Хочу На музыкальную школу? Ну вот это не то, что совсем школа была Это скорее был кружок Угу Где местный бас-гитарист Показывал детям аккорды Учил их в нотной грамоте Каким-то минимальным музыкальным азамом Слушайте, получается, вы все втроем По собственной воле Двое от зависти Нет, у меня тоже был кружок такой Старших парней, которые старше меня на пять лет Которые учили меня во дворе играть Не важно, дело не в этом То есть вы целенаправленно шли в музыку То есть не родители вас туда впихивали в музыкальные школы Вы сами выбор для себя этот сделали И не просто там скажем аккордики Выучил три аккорда и вперед А как-то так учиться Ну зависть она видишь Двигатель оказывается творческий Согласен Как выходит Ну это Вадим остался у нас просто интересный С Вадимом тоже потолковать Но и тем Кто тебя вообще втолкнул в это дело Не знаю Я даже не помню Первую песню Кому завидовал не помню Первую песню помню, да Которая повлияла Чайлд Группа Спейс Я понимаю Это красиво Это действительно красиво Ну а учиться ты стал Или ты не имеешь музыкального образования Подожди не стучи сейчас Это лишнее Не имеешь никакого? Нет Вообще никакого Но тем не менее Ты же учился где-то у кого-то Ну естественно У кого? Ну для начала в Римского-Корского Пошел факультативно Нет Образования нет у него Но сходил в Римского-Корского Ну я не поступал Фак Хотел сказать Туль-тультативно Ну в общем совсем неплохо Между прочим Пускай даже факультативно Но все-таки Римского-Корского Это достаточно высокое Мне кажется учебное заведение Само по себе По уровню, который там дают И учился как раз на барабанах Ну да Ну мало ли Всякое бывает Бывает клавишники потом садятся за барабаны Потому что фортепиано с собой таскать Не совсем удобно За барабаны тоже Проще Обычно барабаны в нормальном месте стоят Тебе нужно только педальчику И тарелочки с собой взять И палочки естественно не забыть И малый И железный Малый тут тоже хороший Хороший Угу Можно было и не брать Давайте петь дальше Что это будет? Следующая песня называется Нас двое Ну ну да Песня из ротации Песня из ротации Прекрасная песня Про любовь Прекрасная песня Я даже спрыться с этим не буду Действительно это так Снэй Джо здесь сегодня Как всегда живой звук в программе Живой Погнали Песня из ротации Один простой ответ Впервые за сто лет Ты мне ответишь Да Пустые города И счастлив песни Да Остался только свет От тысячи планет Послышать этот звук Под сердце частый стук Пустые поезда В руке твоя рука Сейчас нет никогда Зверяют холод Дальше нас двое Ухудавшись в один Ухудавшись в один Огромный Иринон Оно рваный Тёплый Клев Кружки С кофе На завтрак Вместо Снэчей Лишь пара Лёгких Тонких Сигарет За стеною Бушуют Ветер Не слетай Всё что так давно Хотел Снести Только двое Если хочешь спи Если хочешь Ветер Если хочешь Написать Ветер Лишах Лишах Лизаф Сейчас как никогда, смиренно и тепло, за нами всё равно, приехали врачи. Ты только не кричи, ты только не кричи, они же не поймут, скажут. Поэтому молчи, иначе заберу, сейчас как никогда, звереет холода, но завтра никуда не нужно никуда. Дальше нас двое, ухудавшись в один, огромный и много рваный и тёплый фе, кружки с кофе. На завтра вместо сердечей, лишь пара лёгких тонких сигарет. За стеною бушуют ветры и светлое, всё, что так давно хотел внести, только двое. И если хочешь, спи, если хочешь, спи, если хочешь, спи. Спи, там вечер, небесно, на сна, всё прекрасно и забытый. Все, собери меня с тобой туда, чтоб на утро мне сказать привет. Дальше нас двое, ухудавшись в один, огромный и много рваный и тёплый фе, кружки с кофе. На завтра вместо сердечей, лишь пара лёгких тонких сигарет. За стеною бушует ветер и светлое, всё, что так давно хотел внести, только двое. Если хочешь, спи, если хочешь, спи, если хочешь, спи. Если хочешь, спи, если хочешь, спи. Если хочешь, спи, если хочешь, спи, если хочешь, спи. Сны Джо, так называется коллектив, который здесь сегодня. Между прочим, когда я на вас наткнулся, сейчас не помню, кто мне вас показал. Может быть, сам нашёл. Сейчас даже боюсь уже соврать, не помню, каким образом напоролся на ваши песни. Мне тогда показалось странным, что песен, в общем, не так много. А потом понял, что группа молодая. Поэтому, естественно, пока что в записи произведений не такое количество, которое хотелось бы. Сейчас, конечно, больше. Сейчас, конечно, больше. Вот тут вот человек с ником, какой-то ник. Оригинальное название для себя человек придумал. Да, но мы знаем, кто это. Естественно, девушка из Архангельска. Очень любопытное сообщение. Ну, готовьтесь. Какой немаленький человек? У тебя какой рост? 2,07. Да я понимаю, да. Даже для меня человека немаленького ты показался гигантом. Какой немаленький человек? А по названию и песням совсем иначе себя представляло музыкантов. Как молодых и модных. Значит, вы немолодые парни и нифига ни разу не модные. А теперь к вопросу... Это мы просто в Туре устали очень. Я понимаю, да. Средний возраст коллектива-то, в принципе, до 30-ти, мне кажется. Да? Ну, нет. Около 30-ти. Около 30-ти. Ну, в районе 30-ти, скажем. Молодые совсем еще. Что касается моды, по мне, так, черная рубашка, белый галстук очень модная даже штука такая. По-моему, вполне себе. Вполне себе. Так что не надо таких нам инсинуаций злобных. А что такое мода вообще? Что значит быть модным? Я, например, вообще не понимаю этого слова. Играть модную музыку. Я тоже не понимаю. Есть мейнстрим. Это какое-то основное течение, которому следует. Но это все за счет маркетинга, мне кажется. Что дают людям, чем их кормят, а не то, в принципе. И хавают. И потребляют. Давай говорить уже языком понятным. Потребляют слово мне нравится, но в данном случае скорее хавают, чем потребляют. А ты кто по профессии, кроме того, что музыкант? Я вообще... Чем зарабатываешь на жизнь? Продавец я. Торгаш. Чего торгуешь-то чем? Сном. Мебелью. Матрасами, диванами. Замечательно. Замечательно. Поэтому и сны. Джо. Вполне возможно. Поэтому и сны, Джо. Женя, а ты чем зарабатываешь на жизнь себе? Я на улице играю. Ну, то есть вы-то вообще начинали с того, что мы уличными музыкантами были, правильно? Нет. Я только уличными музыкантами. А, ты один был? Начинал, да. То есть не коллектив? Коллектив. Когда уже пришел, мы вот... Пару раз, конечно, играли. Особенно в поддержку альбома, но не пару раз. Мы... Все лето. Все лето играли, да, в поддержку альбома. У нас был такой краунфайдинговый проект. Вот. Мы собирали на альбом. Мы играли все лето. А вообще, ребята узнали, ну, узнали так только... Сначала вот Андрей узнал, что я на улице играю. Потом Антон узнал. Дело в том, что... Потому что ты один играешь? Дело в том, что раньше группа сны, Джо состояла исключительно из уличных музыкантов. И мы... Они все время менялись, приходили, подыгрывали. Как таковой раньше группы и не было. Просто когда пришли уже вот эти вот прекрасные ребятки, тогда уже организовался костяк, и мы уже не позиционируем... Вы ушли с улицы. Да нет, мы не ушли. Да не ушли. Не ушли мы с улиц, но играем реже. Наоборот, сделай это своеобразной хишкой. Да, как бы... Ну, я часто играю на улицах, а кто хочет услышать свою группу... Давай немножко подробнее. Ты играешь на улицах. Ты берешь гитару. Да. И играешь. Да. Что играешь? Все, что в душе приятно. То есть чужую музыку тоже? И чужую тоже. И свою музыку? И свою. И свою музыку тоже. На самом деле, я очень люблю исполнителей, которые не сильно популярны, но и очень люблю какие-то делать переделки на известные песни. И которые живые исполнители. Да. Я вот к чему. Ты говоришь, много музыкантов, которые приходят там или приходили, менялись. Угу. Что это был за состав? Это был состав великолепных импровизаторов, уличных музыкантов, которые играли кто на чем гораст. Вот. И мы пытались... Ты меня чем-то, Ваня, Смирнова напоминаешь из краснознаменной дивизии имени моей бабушки. И по подходу, и по манере, и, собственно говоря, по отношению. Это хороший человек, не думай. Ты очень хороший человек. Фух. Это очень хороший. И группа хорошая. Тут, по-моему, сомневаться не стоит, сюда не приходят плохие. Это ты прав. Еще один. Это ты прав, да. Вот это ты прав. Нет, а это он сказал сейчас в адрес музыкантов, поэтому тут я готов согласиться абсолютно точно. И ты говоришь, зарабатываешь там игрой на улицу. Да, ну, не только на игрой на улице. Ну, я просто часто играю и в заведениях, и, допустим, я выступаю в роли связующего звена между мальчиком, который накосячил, и девочкой, которая на балконе не может его простить. А я пою любовную песню, а он там с цветами поднимается в этот момент вручает. То есть я занимаюсь... Ты такую услугу оказываешь? Да не то, что услугу. Меня часто видят на улицах и просят помочь им вернуть отношения там в нужное русло или там сделать предложение или еще что-то. Короче, я занимаюсь... Сводником. Душевным восстановлением душевного равновесия. А не было такого ни разу, когда мальчик накосячил, накосячил сильно. Девочка его чуть не послала. Он тебя, значит, нанимает и говорит тебе, Жень, помоги, пожалуйста, спой серенаду под балконом, а я с цветочками выйду. Ну, ты поешь себе серенаду, он выходит с цветочками, девушка говорит, мальчик, пошел вон. Женечка, будь добр, поднимись ко мне, пожалуйста. Конечно, задел за живое. Это, наверное, сюжет из какого-то уже более взрослого фильма. Интересно продумать этот сюжет более подробно. Какая будет песня следующая? Следующая песня как раз-таки о любви, да, когда девочка подходит к мальчику или мальчик к девочке. Где-нибудь в Петербурге под маленький моросящий, под классный теплый моросящий дождик и в районе разводных мостов. Дожди над дневой. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня с мной Джо, коллектив из Санкт-Петербурга. На всякий случай напоминаю об этом. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зачем тебе ручка-то? Мне нужно правочку внести. А я думал, так неожиданно человеку в голову... Кстати, кто пишет тексты? Евген. Евген. А музыку? Все вместе. Все вместе. Но рыбу-то ты делаешь музыкальную. Вы знаете, в последнее время они отказываются от всех моих рыб и говорят, мы все переделаем. Ты только подскажи нам аккорды. Говорит, а то у нас все триольное получается. Ну, в общем, музыкантам виднее, имею в виду коллегам-то и товарищам, которые слушают. Что ты там делаешь? Что у тебя заправки такие? Стол не протри. Здесь на СМС-портале, кстати, 4647, короткий номер, свои, пробил дальше ваше сообщение. Любопытный вопросик. Я не знал об этом факте, но мало кто знал. Сергееву задает. Слышал, что кто-то из состава Снэйджо бывал в Антарктиде. Правда ли это? Так. Да. Это он. Это я. Чего ты там делал? Работал. Кем? Диваны, матрасы продавал. Просто, да. Кому? Белым медведем, что ли? Пингвином. Нет, Семен, там пингвины. Или пингвины. Да. Правильно. Поднимал пингвинов. Чего поднимал? Ну, есть такая профессия поднимателей пингвинов. Хорошая профессия, редкая, между прочим, и хорошо оплачиваемая. Пингвины, они неустойчивые, падают. Когда самолет пролетает, они падают на спину. Потому что у них шеи нет, да, я знаю эту историю. Этот мем мы давно изучили. Ну, и ты чего, намного наподнимал-то там, дельфинов, говорит? Пингвинов, да. Ну, раз ты знаешь эту историю, то это неинтересно. На самом деле, я строительно там работал. Чего строил? Делали ремонт, восстанавливали станции. Пингвинятники? Так. Делали ремонт, восстанавливали станции. Станции чего? Антарктические. Подождите, ты сказал, что ты занимаешься продажей матрасов и кроватей. Какого лешего ты поднимал станции, извините, в Антарктике? Давай все с самого начала отматывать. Слушай, матрасы, на самом деле, я продаю совсем недавно. Всего лишь год. А Антарктика, это была моя мечта детства, когда опять же мой великий папа начал туда ездить, опять же, от зависти. У меня все мои свершения, они все от зависти. Только сейчас это понял. Так. У меня появилась мечта тоже туда съездить. Я прождал целых 8 лет. Мне сказали, надо сходить в армию. Я сходил. Мне сказали, надо те-то справки сделать. Где служил, скажи. Я служил в Воронежской области. Нет, ну кем? Войска какие? Автомобильные. Замечательные войска. Он говорит, надо сходить в армию. Сходил. Надо в Антарктиду поехать. Поехал. Надо помузицировать. Стал музицировать. Не понимаю, правда. У тебя все так, что ли, в жизни? Ну, получается, что так. Никто тебе не говорил, надо жениться, например? Нет, никто. Это я сам решил. А как это интересно? Почему ты тут отступил от традиции? У меня жена мудрая, она сама меня к этому подвела. Так что я сам не понял. Она не говорила, что надо. Она просто тихонечко тебя за выпуклые части тела втянула в эту историю. В общем, так. Сколько лет уже? Два с половиной года женаты. Ну, ничего так. Ну, то есть не первые месяцы. Не-не-не-не. То есть уже немножко хлебнул. Да. Семейная жизнь. Нормально все. Я сказал так. Если дождется меня из Антарктиды, женюсь. Сдержал слово. И все. Все хорошо. Ну, короче говоря, ты был строителем, я так понимаю? С отцом. А что значит поднимать антарктические станции? Объясни, пожалуйста. Я могу так сказать, что после развала Советского Союза все это пришло в дичайшее запущение. Не знаю, может, сейчас меня кто-нибудь прослушает и потом еще и посадит за раскрытие каких-то секретов. Вот. В общем, все пришло в очень большое запущение. И приехала комиссия иностранная и сказала, что это все надо исправлять, иначе мы ваши станции закроем. Поэтому в срочном порядке собралась комиссия уже российская, создала специальную бригаду, которая должна это все отремонтировать, вычистить, убрать и привести станции в более-менее нормальный вид, чтобы там можно было жить. Вот, собственно, этим я и занимался. Вдвоем с отцом? Ну, не только. Там еще тоже команда была, помимо нас. Ну, то есть надо было что? Все строительные работы, которые обычно производятся, да? Ну, собственно, да. Это внутренняя отделка помещений, внешняя электропроводка и так далее. Круто. Круто, круто. Нет, ну, это действительно мужская профессия, на самом деле. Согласен. Мужественно. Особенно, когда пингвины долбят тебя клювом в задницу, потому что им что-то от тебя надо. Они же очень доверчивые, правда? Ничего подобного. Те, которые там были, я одного догнал, мне надо было погладить его. Так. В один из последних дней мне написали, ты гладил пингвинов? Я такой, блин, я тут полтора года, короче, ни разу не гладил пингвина. Так. Ну, и чего делать? Догнал. А там лето началось, и снег ставил, камни открылись, а пингвины по снегу быстро уезжают. На пузо ложатся и лапами. И вот, и так догнать его сложно. А тут он упал на камни, пытается грести, у него не получается. Вот я его тут и поймал, в общем. Погладил, он меня укусил. Может, девочка была? Вполне возможно, потому что кусаются в основном только они. Ну да, поэтому, в общем, в принципе, логично. Нечего за бабами бегать. Окей, давайте петь дальше. Что это будет? Это будет песня «Шагни». Это песня с первого альбома. Возвращаясь на свое место. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Снэйджо». Погнали. «Живой звук» в программе «Живой звук» в программе «Шагни». Опустевшие внутри Так жить и путать сон и форт Жди, оберни спина ко дну Иди, шагни туда Ступай легко в туман, где не был никогда Шагни на свет Не важно, что там есть и чего там нет Шагни вперед И, может быть, там кто-то ждет Шагни и вдаль иди Пробивай сквозь запрет Сквозь бред не заблудись между людей В них нет и в их дыме сигарет Меня нет и тех моих идей огня Но закончит солнцесвет И вплавь продолжаю я бежать Сквозь бред не заблудись Вдаль зверь наполнится И, может быть, там кто-то ждет Шагни и вдаль иди Сквозь бред не заблудись 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 Жагни на свет, и пусть тебе твердят, что это бред. Жагни вперёд, и, может быть, сегодня повезёт. Жагни, не дай видеть. Оказавшись на мосту к утру, напевай свой мотив. На ветру всё останется лишь тут. Шагни надежды, ты мне распустив. Вдохни, шагни. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам бы надо закрыть час ещё одной песни. Я думаю, может быть, нет войне. Вы там как её планировали? Когда? Я думаю, что убойным хитом было бы неплохо. Я сообщить им, кто не в курсе. Мы прервёмся через некоторое время. А давайте мы глаза споём. Хорошо, давай. Хорошо. Согласен, согласен. Буквально на пять минут мы уйдём на паузу. Потом вернёмся в студию ещё на целый час. Здесь, например, Максим Зверев чудную совершенно прислал сообщение. Мысль мелькнула. В Питере довольно много групп со словом сны в названии. Сны моря, чужие сны, сны Джо. Такой уж сонный город, спрашивает. Микрофон, я же тебе говорю, не путай, пожалуйста. Сюда иди. К этому. Ага. На самом деле я не знаю, как так получилось, что мы тоже сны наполовинку. Да, просто, видимо, многие группы пытаются название себе придумать таким же способом, как мы. Мы название придумали, что мы просто набирали всякую абракадабру на Т9. У нас получились сны. Вот, видимо, к этому методу прибегали не только мы. И вот еще один хороший вопрос хочу задать. Эмми Вайнхаус так зовет человек. Ну, вот такой ник у человека, у девушки. Хорошие такие, пишет она. Сейчас, подожди. Мне надо прочитать с чисто женской интонацией. Хорошие такие. А ваши жены не ревнуют вас с таким количеством поклонниц, 14 и старше? Нет. Пусть жена-то и ответит, да? Как ты дипломатично все объяснил сразу, расставил по полочкам? Нет. Да. Жена знает, что я всегда вернусь домой. Эмми, она, как бы сказать, дипломатичный вопрос задала, чтобы выяснить, кто еще пока. А ты очень дипломатично ответил на этот вопрос. Пусть жена-то отвечает. Все красиво. Все замечательно. Мне очень нравятся люди, которые умеют очень красиво, креативно отвечать на сложные вопросы. Ну, тогда для Эмми сейчас будет следующая песня. А может, что-нибудь потяжелее? Да давай женские глазки сыграем. Классно же будет. Нет. Почему-то, Женя, согласен с тем, что это будет классно. Нет, а потом уже тяжелый сет сделаем. Андрей не очень. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте что-нибудь играйте. Время, чтобы не терять. Давайте мы закроем час. Какой песни ты сказал? Прости. Ага. А дальше мы еще раз напомню, прервемся, ну и на целый час вернемся в студию после. Так что будьте поблизости. Поехали. 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 Уходишь туда мгновенно и просто Она, какая она, что кажется с ней Один только космос Глаза, какие глаза Уходишь туда мгновенно и просто Она, какая она, что кажется с ней Один только космос Глазовские телефоны замолчали И улетали Ну что, давайте продолжим. Сегодня здесь сны Джо Из славного града Санкт-Петербурга. Да, надо с песней, видимо, и начать, потому что пауза была долгой. Какая будет песня следующая? Следующая песня будет кофе, сигареты и немного любви. Поехали. Как всегда, живой звук. Жил в других законах, издалек и ров, где нет поселка Дивень и нет пустых городов. Она встречала в свет, бросая в капли носу. Она любила только ветер, горный пиццы, полет. Вера, призрачное счастье, толкала вперед и заставляла что-то делать. Иди и с кем-то дружить. Капи сигареты и немного любви Капи сигареты и немного любви Капи сигареты и немного любви А мне хотелось знать, зачем ты здесь, кто ты? Она скрывалась от дождя по чужими зонтами И по чужим билетам ездила в бег к своей маме Она пыталась понять, что значит жить Она любила только ветер, горный пиццы, полет Вера, призрачное счастье, толкала вперед И заставляла что-то делать. Иди и с кем-то дружить Капи сигареты и немного любви Капи сигареты и немного любви Капи сигареты и немного любви А мне хотелось знать, зачем ты здесь, кто ты? Но ты уйдешь, я это знаю, папа, стою с тобой А я останусь стоять, я не успею за тобой Мы слишком часто, слишком круто меняем свою жизнь Но будет новый день, новый сон, новый мир И в моей жизни, быть может, будет новый курьер Но пока это ты, не скажи, как мне жизнь Капи сигареты и немного любви Капи сигареты и немного любви Капи сигареты и немного любви А мне хотелось знать, зачем ты здесь, кто ты? Угры, я хотелось верить в том, что ты не уйдешь Когда пустится солнце и закончится то Тут народ сразу начнет писать, о-о-о, тяжеленькое пошло Ну, в общем, коллектив разноплановый И это классно, потому что я вообще люблю музыкантов Которые не циклятся на чем-то одном И шпиль, что называется, в одну и ту же сторону Нет, ребята экспериментируют Ребята ищут, и это замечательно И находят, между прочим, классное решение Что само по себе не может не радовать Сныджо, еще раз напомню Это коллектив из Санкт-Петербурга Мы сегодня с радостью их представляем Болтаем на разные темы, как всегда в программе «Живые» Программа «Живые», чтобы понятно было тем, кто с нами сегодня в первый раз А это кухня Просто кухня, на которой собираются люди Чтобы песен попить, чаю попить Ну и поболтать о том, о сём Никаких обязательств здесь нет Это не интервью Меня, как всегда, даже смущает, когда люди пишут Вот вы давали интервью в программе «Живые» кому? Чего давали? Какое интервью? Интервью это несколько иное Интервью это когда сидит корреспондент в костюме В галстуке напротив него президент России И корреспондент задает вопрос После которого 40 минут президент отвечает Ну, когда он уже ответил Корреспондент задает следующий вопрос Это называется интервью А беседа это несколько иная конструкция Беседа Ведь здесь не могут задавать вопросы и музыканты Абсолютно Абсолютно Задавай У тебя есть вопрос Да Как давно вы слушаете группу «Снэджо»? Ты сейчас меня спрашиваешь об этом? Да, конечно Семен, вас Он с тех пор как в ротации Так вот с тех пор и слушаю Достаточно давно, надо сказать И выводы сделал для себя Давнишние уже Мне кажется, что у вас очень большая перспектива Очень большие, интересные Как мне кажется, с пути вы должны пройти Для того, чтобы в конце концов завоевать свою аудиторию Вы ее завоевывать начинаете так рано Потому что группе всего полтора года А вас уже Ну, как минимум аудитория своего Радио знает, узнает и любит Даже клипы выкладывают У вас есть клипы? Есть Много ли? Один Официальный Подожди, один Значит, Константин Твердый Сейчас прямо в ленте Выложил сразу два клип «Нет войне» И клип «Черный плащ» По теме «Уличный музыкант» А, ну это не клип А что это? Просто видео Просто видео, да Которое снято, видимо, на телефон Или на какой-нибудь другой гаджет Просто я посмотреть не могу Я вижу только аватарку Клип на «Нет войне» Да А кто снимал? Снимали замечательные ребята из DS Photo Это Дима Шишкин и Яна Шишкина Муж и жена Они как раз таки являются и операторами И придумывали сценарий И фотографы Это наши фотографы и операторы Которые постоянно с нами На самых крупных концертах Они всегда с нами Кстати, дизайн обложки тоже их У второго альбома То есть вот картинка, которую мы видим на альбоме Это их работа Да, совершенно верно Клевого нет Между прочим Они разноплановые ребята просто И очень классные Очень творческие Ну, всегда приятно, когда музыканты С таким теплом в голосе И с такой теплотой в душе Отзываются о товарищах, друзьях Не знаю, о профессионалах Которые делают для них что-то В данном случае это видео, фотосъемка И еще и обложка Просто не... Извините, Семен, еще... Да, по городу Тут получается так, что группа «Снэйджо» Это не просто вот нас четверо, да Которые скачут там на сцене и так далее Это очень большой коллектив Во-первых, это довольно большое сообщество Как вы сказали, да Есть свой слушатель, безусловно Который устраивает на концертах Флэш-мобы И есть и операторы И фотограф И звукорежиссер И художник по свету И директор даже группы у нас присутствует Как зовут директора? Директора зовут Дарья Так, фамилия Дарья есть? Дарья Бородина Да, она разбавляет наш мужской коллектив Ну и поздоровайся Ну иди к микрофону Сходи, Даш Очень милая, очаровательная девочка Даша Бородина Всем привет, ребят Не-не, не уходи Подожди Ты занимаешься тем, что директорствуешь Ну то есть помогаешь коллективу развиваться Да, как могу С чего? Вдруг-то? Почему они? С какой стати? На самом деле я, как и большинство тех, кто начал слушать группу Снэджо, познакомилась с творчеством на улице На той же стеной площади, о которой сегодня упоминалось Увидела Женю и подумала, как же такой талантливый музыкант, почему он играет на улице? Ему же надо покорять большие сцены А в то время я как раз училась на первом курсе маркетинга И предложила, говорю, Женя То есть ты профессионал? Да, ну, молодой специалист Ты профессионал, да И предложила, говорю, давай, Женя, я как-то поэкспериментирую Вконтакте что-то буду пытаться продвигать Ты мне просто доверишься, а я буду свои маркетинговые штучки на тебе ставить опыты То есть группа Снэджо были как подопытные кролики Для Даши на диссертации А в итоге я написала, да, я написала магистровскую диссертацию по продвижению групп Снэджо То есть ты, в общем, их попользовала по полной? Да, и продолжаю это делать Ну, клево, замечательно, спасибо тебе большое Потому что всякий раз у коллективов возникают вопросы, прежде всего, к тем людям Ну, вернее, к отсутствию тех людей, которые могли бы заниматься их продвижением Группе полтора года, а у группы есть уже целый, скажем так, сарафан, хотел сказать, нет Целая группа помощников, в том числе и замечательный директор Спасибо тебе за это большое Братцы, ну, раз уж мы заговорили уже о нет войне Может, давайте вы еще заигрянете эту песню? Тем паче знают ее и очень любят на своем радио И клип уже мы обсудили, и, собственно говоря, обложку обсудили И все вокруг этой песни вертится Готовы? Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня с Нэджом Погнали! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правые настроения находят в сердцах ответы юные кричали умоляю прикрутим спину конница, за месяц светится и в мыслях нет покоя Я говорю, нет войне Валерия, тебе встанет, тебе любит Не войне Уходят люди, строят рюне И говорят, не войне Все Аплодисменты Говорим мы с ними сегодня впервые Знакомимся ближе Нет слов Круто все тут Пишет Константин Твердый, например Офигенно так, как ими пишут Дайте Андрею больше музыкальных партий Солист прекрасный И неженатый Но вместе просто удивительные треки Смотри, какие интересные обороты Люблю эту песню Саш Шумов пишет Вот с нетвой нету я и познакомился с группой Снэй Джо Так как она и была первой ласточкой в ротации своего Ну, от вашего В смысле, от вашего коллектива Хитяра-хитяра узнала с первых нот Хоть и не слушаю группу постоянно Все равно очень приятно слышать живой звук Добрый вечер Своим живым как приятно вас слышать Еще раз поздравляю Оно это отдельно Елена Варнакова пишет Ну и так далее То есть здесь сейчас происходит то, что и должно происходить Когда люди узнают группу по песне По одной хотя бы, по двум, по трем песням Это уже достойно Что любопытно Тут есть вопрос, который я вот все обходил-обходил Думаю, нет, все-таки, наверное, задам-то я его Наверное, он чересчур каверзный, да? Нет, он не каверзный Он, ну, что ли, личный Вот Кира Тимофеева пишет вот что Вопрос Жени В каком-то интернет-издании читала про традицию, примету, связанную с джинсами Суть которой в том, что если они рвутся, то концерт пойдет на ура Сколько таких джинсов было порвано на счастье? Только в туре двое Только, вернее, там вообще я рассказывал про одежду, в принципе, не только про джинсы Просто, когда давал я это интервью, я говорил, что вот на последнем концерте порвались джинсы А на самом деле, да, в туре у меня порвалась рубашка и оторвалась пуговица от пальто Дважды Вот, дважды такая примета сработала И мы сыграли великолепных два концерта И это действительно работает У нас вообще, на самом деле, чудеса просто превалируют в нашей жизни Примерная группа У нас с тех пор, как мы поем песню «Чудо», у нас чудеса случаются практически на каждом шагу Сегодня я доставил телефон, чтобы позвонить Дарье Бородиной и спросить, где она, почему ее нет в номере Хороший вопрос Да, мы остановились в номере в Ярославле Нам выделили номер, клуб, где мы выступали Вот, это я приходил, я пошел в магазин и решил позвонить И в тот момент, когда я достал телефон, чтобы позвонить, я остановился, передо мной упала ледышка Чудо Здоровенное Здоровенное, представляете, да, насколько это серьезно? Я все больше и больше начинаю верить в чудеса На самом деле, в туре мы немного, но такие штуки маленькие, каверзные С нами приключаются, вот, чуть ли не каждый день, в день не по разу И всегда мы выходим из этого победителями, это очень круто Например, забытый паспорт в Москве перед отправлением в Ярославль Мы в Москве паспорт, мы забыли, когда в Ярославль отправились И телефон опять же Так, паспорт кто забыл? Женя, в общем, Женин паспорт был забыт, вот так мы скажем, поставим Вот так, был забыт там, где мы живем В Москве Да, это где-то далеко Это Митина Не так уж и далеко Вот, с какого вокзала мы отправлялись? Мы отправлялись с Ярославского вокзала С Ярославского вокзала И за 20 минут нам доставили с Митина на Ярославский вокзал Умудрились за 20 минут доставить на каком-то... Что, из-за рогатки стреляли, что ли, паспортами? А у таксиста, видимо, просто реактивный двигатель стоял Вообще, это просто В Митина не так далеко, конечно, но Ярославский вокзал, пардон Это Санвовая, да, Комсомольская площадь Это достаточно расстояние такое, за 20 минут, как он летел Вот, это я просто себе не... Благо, что 8 марта все спали, дороги были свободные А, так вот, дороги были свободные Да Ну, тогда понятно По свободным-то дорогам, да, может быть, действительно, примерно так и будет Если ехать хорошо и быстро А сегодня мы ощутили все прелести московского часа пик, когда добирались к вам сюда Это было незабываемо Понимаю, понимаю Александр Киселевич пишет Вот не кидайтесь в меня ничем, пожалуйста Но нет войне в ротации своего не цепляло А вот вживую слышал, и оторваться не могу Ребята, подскажите, пожалуйста, какая песня звучала второй в первом часе? Ха! Так, если бы они помнили об этом Это поцелуй на мостах, по-моему, если мне изменять память Да, это поцелуй на мостах Вот тоже очень важное такое дополнение Действительно, иногда вживую песни звучат по-другому Ну, в общем, все то же самое, казалось бы То ли энергетика другая, то ли нет такой приглаженности звуковой Вылизанности Вылизанности, да Есть какая-то такая хорошая, червоточная Ну, такой правильный звук Он же живой, он другой Давайте петь Давайте Хорошо Мы с чудом как раз Да, поскольку мы поговорили о чуде Давайте Давайте про чудеса Чуднем Как всегда, живой звук В программе «Живые» здесь сегодня с Нейджо Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Когда-то давно, когда не было неба Не было туч, облаков и дождей Не было их, да и нас тоже не было Не было даже начальных идей Вдруг приключилось какое-то что-то И сразу же все Стало хватать Чему-то, чего-то Кому-то, кого-то И принялись люди Все рассуждать Теория взрыва Адом и Боги И каждый свои догадки кричал А рядом стоял Старик в балахоне И просто молчал Потому что он все знал Чудо всегда Рядом с тобой Чудо везде Касайся рукой Чудо всегда Чудо везде Чудо в тебе И чудо во мне Чудо всегда Рядом с тобой Чудо везде Касайся рукой Чудо всегда Чудо везде Чудо везде Чудо везде Чудо везде Чудо в тебе И чудо везде Чудо в тебе Чудо в тебе Чудо всегда Рядом с тобой Чудо везде Чудо в тебе Чудо в тебе И чудо во мне Чудо везде Чудо в тебе Чудо в тебе Вот именно на этой песне Халка забивает Бенфики А вообще в курсе О чем я Конечно в курсе Нет Ну то что Зенит вы знаете Я понимаю А что происходит Сейчас Нет А с кем он играет Сейчас Ну вот и все Вот не болезнь Нет У нас просто Интернета не было Мы не посмотрели Да какой интернет Если вы следите за футболом Это 1-8 лиги чемпионов Нет Только за хоккей Мы то если По телевизору Ну в общем сообщаю Тем кто не смотрит Трансляцию Я послеживаю Потому что сегодня В данный момент игра И в общем люди Интересуются Как там что происходит 1-0 за не забил Но этого им мало Надо забивать второй Для того чтобы Зажи третий Еще раз чудо сыграешь Кстати Интересная мысль А вдруг получится А вдруг прокатит На самом деле А у меня кстати Вопрос есть К нашим слушателям Давай Семен Вы говорили Что в самом начале Был у слушателей Наших выбор Либо смотреть Трансляцию Видео Либо слушать Почему был Он есть Ну собственно да И мне бы хотелось Узнать Как выбрали Сколько человек Выбрало И какой они делают Выбор В пользу видео Или в пользу аудио Как это узнать Спросить Можно Вот я собственно И спрашиваю Об этом сколько народу Смотрит Но сейчас тебя начнут Закидывать Тысячи людей Разными сообщениями Тебя оно надо Это сложно узнать Ну оставь свой мобильный Пусть тебе смс пришло Ну да Хороший вопрос задал На который нет ответа Ну вернее Его никак нельзя получить На самом деле Очень сложно Это вычислить Жаль Да К сожалению Такая вот история Видеть своего старого Знакомого в студии Любимой радиостанции Необыкновенное чувство Замечательное Джону привет Анна Яковлева пишет Вау Аня привет А то есть Все сделали странные глаза А никто не знает Потому что Аня это первая девушка С которой я познакомился В Петербурге Вот Это правда Я приехал в Петербург И я приехал в Петербург Из славного города Кустанай Что находится в Казахстане Вот Я приехал в Петербург И первый человек С которым я познакомился В Петербурге Это была Аня Яковлева Вот Они играли в переходе Она тоже музыкант Она Да По-моему Она тоже музыкант Но она В этот момент Не играла Она стояла Рядом с музыкантом Который играл Интересная девушка Да Я познакомился с парнем И соответственно Он И познакомился с девушкой Вот с этой Аней Яковлевой Так И вот она теперь Передает тебе большие Я просто сейчас Зашел в профиль Посмотрел Интересный Очень любопытный человек Судя по По глазам По лицу Человек такой Тоже творческой профессии Уж не знаю Может быть и не музыкант Конечно Но где-то рядом Как мне кажется Ну Как мне Кажется Могу ошибаться 4647 Короткий номер Для смс К ваших Сначала свои Пробел Дальше Ваши сообщения Вы можете задавать вопросы Либо опять же Делиться впечатлениями Эмоциями Что касаемо Альбома Второго того самого Альбома Как он называется кстати Грани Грани А первый Чудо Это тоже нужно было зафиксировать Чтобы люди могли Как-то погуглить Найти Но наверняка у вас есть Материалы работы Для следующего Уже да Уже практически готов Так Готов Сет-лист Для следующего альбома И когда Мы приступим К его Аранжировкам К прорабатыванию Аранжировок Для третьего альбома Когда вернемся из тура Ну это где-нибудь Наверное В середине весны Это где-то В конце марта А вот даже так Да вот так Ну то есть потихонечку Альбом уже начнет Складывать Складывать Сюда формироваться Мы определимся Со звучанием Возможно Пригласим На запись альбома Дополнительных музыкантов Возможно У нас В новом альбоме Будет что-нибудь Какая-нибудь Эдакая изюминка Я очень на это надеюсь Кстати Что ты называешь Изюминки Просто У меня есть Куча идей Которые В реализации которых Я очень Надеюсь Заручиться Поддержкой Моих ребят Они иногда Они просто готовы А иногда такие Давайте сделаем Минималистичное Все зависит На самом деле От настроения группы Минималистичное Это что значит Оставить Одни барабаны И голос Тоже кстати Интересный подход Между прочим Так Нет ну На самом деле Посмотрим Мы даже сами Еще пока не представляем Как будет звучать Третий альбом На самом деле Я могу сказать От себя Что с возрастом Все таки Немножко Понимание музыки Как таковой Меняется Да и пальцы устают Да и пальцы устают Да действительно И не хочется играть Лишних нот Это правильно Вот Нота должна быть Вкусной Своевременной Вот тогда Вот это я понимаю Как минимализм Вкусность Для того Чтобы эту песню Хотелось слушать Снова и снова Замечательно Кстати Заговорили мы О барабанах Вообще В принципе Не знаю Как вы на концертах Себе Позволяйте С своим штатным Барабанщикам Ну может быть Сессионный Вадим Играешь Сольные партии Предпочитаю Этого не делать Почему Да я как то Больше с командой Люблю работать То есть соло Ты Ну как бы Могу конечно Пошуметь Не надо да То есть народ Любит у нас Просто сольная барабанная партия Ну есть хорошие барабанщики Вон в видеошколу Открываем Любуемся А то есть Ты себя считаешь Плохим барабанщиком Ну на обычном Совершенно Вот это вот Люблю людей За честность Я бы конечно Не стал бы Так уж себя Принижать Но человек честен Как минимум С одним собой Мы все считаем Мы все считаем Что мы далеко Еще не профессионалы Нам всем учиться Учиться и учиться Особенно мне Давайте будем играть дальше Что это будет Это будет песня Пускай добавим немножко жести Это будет Нам с тобой нельзя Как всегда Живой звук В программе Живый Здесь сегодня Снэй Джо Поехали Нам с тобой нельзя Засыпать и просыпаться Разных городах Сразу начинают сниться Нам с тобой нельзя Вдруг без друга оставаться Неделимо расцеляться Половиной умирать И даже если против правил И каждый от себя оставит Немного больше половины Да будет очень трудно жить И под угрозами о смерти И даже если мы начеркнуть Даже пусть никто не верит Танцова нельзя убить Но с тобой нельзя Нам нельзя было встречаться А теперь расставайся Половиной уходить Но с тобой нельзя Нам никак нельзя Ругаться Недвзначай не напрягаясь Под квартиру Разносить И даже если против правил И каждый от себя оставит Немного больше половины Там будет очень трудно Живите Под угрозами о смерти И даже если мы на четверть Даже пусть никто не верит Танцова нельзя убить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Раз и легко повернулись Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поп, а почему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вообще, на самом деле, существует несколько мнений на этот счет Потому что, если музыку разматривать как похожий стиль или направление То это не музыка нищебродов Это музыка, которая не укладывается в определенные рамки А если раскладывать, в смысле, узнавать, откуда взялось это понятие То это да, это музыка, которую писали достаточно нищие люди На самом деле, просто я... Которые не могли записаться на профессиональной студии Лично я вообще не люблю, когда загоняют в какие-то определенные рамки Говорят названия у кого-то стиля Вот, например, Волею Судьбы Мне тут довелось увидеть интервью покойного Юрия Ахоя И когда у него спросили, а что у вас за стиль музыки? Юрий такой говорит, так это же фьюжн Да, фьюжн, гениально Собственно... Нет, ну, серьезно Во-первых, сейчас стилей настолько много и столько много ответвлений Что можно легко ошибиться Поэтому мне лично нравится, если говорят просто поп-рок А мне почему-то Инди больше нравится Езжай на Гоа Ну вот и договорились На самом деле, да, определенного стиля не существует у группы Снэджо И когда-нибудь мы сделаем и альтернативы, ну и какие-нибудь такие вещи Они уже есть Ну, в смысле, прям выпустим Привет, Снэджо Кирилл Трофимов, который снимался в клипе «Нет, я не смотрю вас на планете» Передайте ему привет, он будет счастлив Кирюха, привет Кирюха, привет Один из самых честных артистов Самый талантливый артист В смысле честный? Дело в том, что у него практически не было дублей Все вот эти вот эмоции, которые мы можем наблюдать в клипе Они сделаны практически с одного, ну максимум с двух дублей Напомню, Кирилл это тот мальчик, который играет солдатиков Да, маленький мальчик Который играет солдатиков В клипе «Нет войне» То есть вот он счастлив сейчас должен быть от того, что вы ему привет передали Ну, конечно, во-первых, он маленький Пускай растет, развивается И если ему интересно, пускай свой актерский талант развивает Вообще, как говорят режиссеры, люди театральные и киношные Что переиграть детей и животных невозможно Невозможно Потому что они не врут, они не умеют Слава Богу Это с возрастом человек набирает всяких штампов дурацких Каких-то допусков, запретов, установок Вот этого нельзя, это можно Глупости страшные Остаться детьми надо хотя бы на чуть-чуть, хотя бы немножко Так, значит, я, как обычно, слушаю аудио Поглядываю видео без звука Время от времени, когда песни поют А остальное время переключаю окна, например, ВКонтакте Чтобы написать Ну, то есть, вот, это пишет Сергей Малявин Люди так вот, друг с дружкой, конечно Но, тем не менее, интересно и трепетно и нежно общаются Вообще, аудитория у своего рода, на мой взгляд, это самое лучшее Вот самое лучшее Ничего лучшего я за свою жизнь не видел, не встречал Это чистая правда Потому что они настолько отзывчивые, открытые И, слава Богу, то ли кого-то мы приучили к этому То ли большая часть из людей, которые пришли в качестве аудитории к нам Они уже такими были, они вежливые Невежливых забивают сами Причем невежливых забивают вежливо Вежливо, да Но сами И, слава Богу Здесь принято все-таки рассматривать музыку Не как фанатиющая толпа А как люди, изучающие творчество того или иного коллектива Давайте-ка, да, наверное, спеть бы надо еще Давай Следующая песня Мы, поскольку затронули тему детей Давайте уж споем детей Ну, давай Песня называется «Дети» Как всегда, живой звук Программа «Живые» Здесь сегодня с Нейджо Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Угу, заскучала в линейку тетрадь На полке пылица старый пенал Мы все научились думать и врать А кто-то живой ведь космонавтом мечтал Жизнь свою становились взрослее А после работы пенсия старость И сколько же дней было в жизни твоей И сколько в них жизни потом оставалось По лужам бежать, спать в вагонах метро И корчить рожи усталым прохожим Не важно нам сколько лет, все равно Остаться детьми под стареющей кожей По лужам бежать, спать в вагонах метро И корчить рожи усталым прохожим Не важно нам сколько лет, все равно Остаться детьми под стареющей кожей ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У каждого в детстве были герои Злодеи пугали во снах по ночам Но все же герои в миллионах историй Не оставляли шансов врагам Все детство свое становились взрослее А после работы пенсия старость Сколько же дней было в жизни твоей И сколько в них жизни потом оставалось По лужам бежать, спать вагонах метро И корчить рожи усталым прохожим Не важно нам сколько лет, все равно Остаться детьми под стареющей кожей По лужам бежать, спать вагонах метро И корчить рожи усталым прохожим Не важно нам сколько лет, все равно Остаться детьми под стареющей кожей По лужам бежать, спать вагонах метро И корчить рожи усталым прохожим Не важно нам сколько лет, все равно Остаться детьми под стареющей кожей По лужам бежать, спать в метро И корчить рожи усталым прохожим Не важно нам сколько лет, все равно Остаться детьми, остаться детьми 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 Я всегда У меня однажды мама сказала Что не пиши стихи Такие Вернее Не пиши стихи о том Что хочешь чтобы сбылось Как правильно сказать то Короче нельзя себя Каждый раз когда ты пишешь стихи Ты себя программируешь И программируешь свое будущее Слово материально Оно так или иначе И вот когда-то я в детстве Начал писать стихотворения Стихи такие Которые поддерживали бы Подбадривали И вот так получилось Что в группе Прослеживается такая ниточка Такая вот идея небольшая Что все будет хорошо на самом деле Что бы ни случилось То есть если о принцессе То исключительно о той Которая никак себя не ведет неприлично Если о себе То мы не умрем Мы будем жить вечно Ну что В этом есть какой-то смысл Но мне кажется Некоторым людям этого не хватает Да Я думаю многим не хватает Уверенности в будущем Поэтому мы и пытаемся Это донести Вот это очень хорошая черта Я имею ввиду Та мысль Та идея Которую вы несете в общество И самое главное Стараться это делать честно Потому что слушатель Совершенно не дурак Он всю эту фальшь чувствует Это правда Это правда И слушатель и зритель Кстати тоже Фальшь ощущают максимально И очень близко к сердцу Давайте петь Надо бы еще что-то успеть спеть Что это будет У нас собственно Как раз таки Песня Которую мы все это подводили Смотри в мои глаза Жесткая Деструктивная Мотивирующая песня Два взаимоисключающих Объявления сказали Сижу и думаю Как ты все связал в одно Ну давайте просто послушаем Для того чтобы понять Что он имел ввиду Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Снэджом Погнали Тебе кажется что с тебя уже хватит Ты бросаешь по ветру белое платье И нет больше сил и эмоций Двигать вперед Опускаются руки И больше нет мочи Что-то делать страдать Больше сердца не хочет А душа как и прежде Больше не рвется в полет Все растрачены силы И смотаны нервы Не последний герой А может не первый Но где-то внутри Ищет лит надежда твоя Что чья-то рука Поднимает с колен И ты сможешь порвать Этот пагубный плен Потому что на дне Оставаться уж точно нельзя И если мир вокруг устал От сености совсем устал Смотри в мои глаза Смотри в мои глаза Ты там найдешь на все ответ И там увидишь яркий свет Смотри в мои глаза Смотри в мои глаза Смотри в мои глаза И я буду верить Что только душой Открываются двери Которыми заперто сердце Огромный замок И если ты скажешь Что все это глупо Против всего Один лишь поступок Скажи мне, кто знал Чтоб я лжи Заметив весь звон И если мир вокруг устал От сености совсем устал Смотри в мои глаза Смотри в мои глаза И там найдешь на все ответ И там увидишь яркий свет Смотри в мои глаза Смотри в мои глаза Я знаю, ты сможешь Я верю, ты сможешь Начнешь все с нуля Поверишь ты тоже И все разлетится к чертям Что мешало пути И если мир вокруг устал От сености совсем устал Смотри в мои глаза Смотри в мои глаза И там найдешь на все ответ И там увидишь яркий свет Смотри в мои глаза Смотри в мои глаза И я найду на все ответ И я увижу яркий свет Смотри в твои глаза как-то быстро времени к финалу подходит осталось буквально пять минут еще одна песня и мы должны будем попрощаться или чего нет больше песен как то есть должна быть песня еще но должна быть нет ну так подумайте ну как не длинную можно можно говорить такую короткую песню так чтобы именно песни как там зенит забил еще один гол нет ни зенита до свидания сказать на зенит не вы не выдержал с бенфикой нет у нас футбола в общем как и не было я все надеюсь мы все надеемся каждый год на какое-то чудо а чудес не происходит я так на всякий случай если вдруг решаться ребята что-то еще спеть сообщу что завтра в программе живые но это в качестве анонса я обычно это делаю замечательный коллектив немножко в другом ну как скажем непривычном для кого-то возможном виде группа возвращения с акустической программы завтра в программе живые сегодня сны джо чудесный коллектив санкт-петербурга с которым вы сегодня знакомились лично хотя песни их знаете естественно по ротации своего на радио заканчивает встречу нашу какую песню песню на зону было бы наверное неправильно не сыграть эту песню песня называется москва петербург вот видишь как а вы хотели попрощаться петербург москва совершенно несправедливо хотели поступать все прощаемся с ребятами ну прощаемся ненадолго как только будет новый альбом что называется милость просим как всегда живой звук программе живые всем пока до завтра погнали как футбол 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 Туда и обратно за окнами Невский До Арбата осталось всего лишь восемь часов И по ветру сбивай наш ветеран новый Девский, предавленный перцем один поцелуй Вместо тысячи слов Вместо тысячи слов Между нами расстояние аномально, аморально Просто, может, даже пошло, не кричи У тебя там ленинградский У меня московские пальцы Бережно сжимают паспорт Я в пути Туда и обратно за окнами Невский До Арбата осталось всего лишь восемь часов И по ветру сбивай наш ветеран новый Девский, предавленный перцем один поцелуй Вместо тысячи слов Вместо тысячи слов Вместо тысячи слов Вместо тысячи слов Знаешь, если бы можно было остаться Да я бы остался, да хоть навсегда Но нам, к сожалению, надо расстаться На наши эмоции плевать поездам Они вообще ничего не хотят слышать Колеса громче, чем сердце стучат Да их вообще ничего не колышет Поезда не умеют скучать Два билета Туда и обратно за окнами Невский До Арбата осталось всего лишь восемь часов И по ветру сбивай наш ветеран новый Девский, предавленный перцем один поцелуй на сто Вместо тысячи слов Два билета На Дарман и Овайску на Невский От Арбата Уже далеко Против ветра Сбивает наш Питеран новый деск Управленный перцем холодный поцелуй Снова в лицо Но ветер снова в лицо Но ветер снова в лицо Но ветер снова в лицо Ветер снова в лицо